привет народ это михаил и канал видео game addiction в предыдущей серии мы преодолели огромное расстояние над пропасти на парящих глыбах это было что-то невероятное но один момент мне там немножко не понравился что мы потеряли одного из спутников которых мы до этого подобрали путешествие на кораблях то есть он спасая людей на караване пожертвовал собственной жизнью я как бы решил этот момент переиграть посмотреть вообще что из этого может получиться я загрузился на одном из предыдущих сохранений и дошел до этого места и хочется выбрать другой вариант чтобы он выжил потому что как мне кажется он может иметь ну какое-то ключевое значение в будущем так я собственно выключил звук потому что на прям на записи меня было плоховато слышно но на этот раз я постараюсь просто погромче говорить так вот собственно вот этот момент на котором я потерял этого товарища мы тогда выбрали бежать хвост хвост каравана и толкать людей вперед так это мы сейчас больше не будем выбирать подумаем над другими вариантами первым мы тоже выбираем потому что скорее всего это просто моральная поддержка и мы можем все-таки потерять день давайте выберем второе оттащите гореющего мужчину от обрыва вы хватаете за грудки мужчину который тянется к сорвавшейся вниз жене и бесцеремонно оттаскиваете его от рушащейся скалы не отставать кричите вы мораль повышена ваша решительность и властность помогают остальным выйти из отчаяния караван снова проходит приходит в движение отлично мы спасли этого чувака и он в этот раз не погиб вот это мне нравится отлично посмотрим измелится ли то что будет дальше камни за караваном падают быстрее чем успевают появляться новый замыкающих в панике проталкиваются вперед болью кревет нужно сбросить этих людей или все мы упадем остальные шарахаются от него в стороны так мы правда слишком много тащим говорить или нужно что-то сбросить пока этот ткач не уронил нас в бездну вы оглядываетесь вокруг и видите только людей припасы и массивную поводку толкаем воронами от чего-то придется избавиться так в прошлый раз мы выбрали спросить припасы и собственно в этот раз мы это же это снова и выберем так идущие рядом с припасами смотрят на вас замешательстве так если мы не пересечем пропасть и да вам больше не понадобится кричите вы когда несколько повозок отцепляют и сбрасывают вниз эвен заметно расслабляется мост из камней продолжается караван может двигаться дальше марать повышена и двухдневный запас припасов мы к сожалению теряем вот уже видим познакомую теряем впереди и остался еще один билет ордсталь она называется или ормсталь не совсем понятно еще немного эвен давай так и вот сейчас если я не ошибаюсь ага от крика эвен до многократно отраженного скалами кровь стынет в жилах мозг снова опасно дрожит но держится юна поднимает на вас взгляд ее губы дрожат это убивает его произносит она и я не могу это вот опустить она говорит мрачно и холодно так если какие-то варианты она ничего не отвечает но выразительно оглядывается хвосте каравана идет на месте круга и остальные из пэр скара так но однозначно мы их пропасть сбрасывать не будем мы собственно так и в прошлый раз и проступили поэтому эвен должен попытаться и мы спасем этого наместника никогда объяснять говорит юра а палка возвращается к эвенду а за вашей спиной скоро раздаются лики а вы сейчас видите как в пропасть падают люди а рыбло вытаскивают на твердую землю телохранителя он смирил вас подозрительным взглядом остальные люди в страхе ускоряются спасли мы нашего викинга вот и все добавить добрались мы до ордсталя ордсталя не знаю как правильно называется это поселение вот на этом мы собственно моменте в прошлой серии остановились и сейчас немножко мы пройдем вперед я думаю серия будет коротенькая смотрите под ноги не верится но мы пересекли разлом перед нами то что осталось от ормсдаля некогда великого торгового города у места слияния двух рек сколько же людей здесь погибло похоже уцелело несколько домов чтобы не создало эту расселину оно все здесь разнесло я грешил на этого змея конечно все в караване от огромных валов до малых детей вымотаны переходом через пропасть кое-как поставив палатки и побросав пожитки на землю все заваливаются спать в силу привычки вы все-таки назначаете караульных и садитесь на землю привалившись спиной к какому-то ящику плотнее кутаетесь в плащ и закрываете глаза груди жжет будто ужалила огромная оса пытаясь понять в чем дело вы проводите по груди рукой и опускаете взгляд серые пальцы скользят по алому каменному панциру вы в панике просыпаетесь и убеждаете что по-прежнему запутанный плащ и под ним нет никакой каменной брони караван все еще спит все храпят сильнее обычно можно еще немного вздремнуть перед тем как бросить вызов новому дню воины беженцы варлы плохая мораль каравана снижает волю героев в бою на 2 единицы чтобы улучшить мораль нужно иметь припасы провизии отдыхать в лагере капец нас еды нету ничего нету вот это вообще провал да конечно плохо так давайте посмотрим по карте может нас что-то впереди ожидает вот мы ворс далее к сожалению так это у нас что грунда никто точно не знает о том кто именно основал грунда но многие предполагают что это ранее поселение конер рожденных поскольку она расположена посреди пустоши и поблизости нет никаких ориентиров или плодородной земли живущие здесь занимались сельским хозяйством уж больно далеко отсюда источник воды то есть да трундар у нас только ближайший потом после трундара есть лунда лунда к северу от древнего леса расположен маленький городок с разрешения короля ловящих с разрешения короля ловящий разводящий птиц перья здесь используются в основном для стрел о которых многие охотники говорят что они летят ровнее быстрее чем любые другие все-таки да впереди нас хоть что-то ожидает так оказалось что не орд сдали а он сдали когда стром привел дружину на восток он сдать стал одним из важнейших основ основных и не поселению он расположен на изгибе реки ормсы где она разделяется если бы байрсгар и ормсдаль были близнецами второй был бы правильным и порядочным следящим чтобы злокозненный злокозненный братья с никому не причинил вреда ну да мы это читали вернемся в лагерь так и если у нас сохранения в этом лагере нет нету последнего уидола у нас было так ну что предлагаю тогда сходить посмотреть руины вы пробираетесь через руины бывшего торгового городка интересно что в том здании который выглядит почти целом вы входите в здание среди зловещего скрипа из стороны ветра вы слышите собственный шепот это того не стоит бегло оглядывав комнату вы замечаете камень со стороны гравировка лежащий на разбитом постаменте отпечатки ног в пыли ведущий к небольшой дверце стене резкий порыв ветра врывается из пропасти здание трещит пересечь поднивший пол и подойти к камню давайте выберем второе выходите не прячьтесь а здесь чтобы помочь дверца скрипом приоткрывается туда смотрит ребенок пойдем зовете вы здесь небезопасно девочки вы кажется нравитесь она на цыпочках подходит ближе за ней выходят другие дети аккуратно ступая по полу каждому бережно прижимаете к груди к котомку с едой когда вы покидаете неустойчивое здание один из детей вдруг забегает обратно хватает камень с постамента и с улыбкой вручает вам так отлично припасов на один день набрали конечно блин самое обидно что нам даже здесь не заночевать чтобы поднять мораль это очень-очень плохо давайте поговорим и эти терпеливо стоит у койки и винда глядя как дышит впавших без памятства мастер ему это дорого обошлось я не хочу чтобы он снова так делал попробую указывать тому кто может пускать с небес молнии строить мосты из камней движущие движением руки сил от качей впечатляют но заметно как дорого обходится им ее применение и винду будто разом эвин будто разом постарел где юна странно что она не рядом с эвиндом или пожимает плечами и тут в комнату входит одлейф хорошо что вы здесь вороны хотят уйти с ними попрываются и некоторые из наших что почему мы едва не рухнули в водопад и потеряли множество людей следуя за какими-то волками между парящими камней волками я тебя не виню но люди напуганы если они решили уйти то уйдут и без разрешения а вороны все это время копили припасы хотят сбежать с ними с бойверком пытаются договориться юные хакон так что надеяться не на что направляя направляясь к выходу вы оглядываетесь на и вера иди люди должны видеть что ты можешь справиться и без меня отступись или лишишься не только рогов отступиться ах ты якса выродок вот это да берсерк что ли не могу докричаться его ярость а вот они я же говорила бойвер не в себе останови его плохая мораль каравана света к этому уже читали сила воли ваших персонаж зависит от настроения каравана показанного здесь вы можете навести курсор на силу воли чтобы узнать больше ну да у меня воля минус 2 и сразу же плюс 2 поэтому что было что не было так что мне делать не пить его надо что ли я почти сразу могу уложить это привлечет его внимание бой ну очень пили что-ли сработала бойверк услышишь услышь меня беженцы переговариваются а юна тихо толкует с ошеломленным бойверком хакан привлекает ваше внимание хакон привлекает ваше внимание приготовься разговор будет странным он показывает на ирсу телохранительницу лудина а та поход подходит ближе на ходу оттирая смолу с ладоней хитрый трюк ведьма умно с вами варлами слишком просто ты явно знала что делаешь спасибо не нужно быть ученой чтобы знать чего бояться другие девочка она легонько улыбается вам потом возвращается к шатуру принца странная она странно то что она странно то что так сложно было остановить бойверка видимо тебе никто не сообщил что он берсерк может последний из них после эйнторфа так то эйнтортоф то господи после эйннортоф то то о ну и имя король варлов посмеивается видя что вы не понимаете берсерки в бою выходят из себя по силе они равны северным медведям и такие же дикие иногда они опасны даже для союзников король хакон вы хватит уже этих формальностей я был просто хаконом когда тебя еще и в задумке не было извини хакон может ты расскажешь почему два вожака варлаков только что пытались убить друг друга не хотелось вот так просто отдавать ему нашу провизию он хотел улизнуть припасами не мог же я этого допустить хакон смотрит на бойлерка с холодной яростью почему он хочет уйти говорит что от тебя с самого барсгара одни неприятности могу его понять как ни странно вы оба смеетесь готов поспорить что на самом деле ему просто хочется снова командовать раздавать указания своим воронам как и большинству из нас ему нужно что-то нормальное привычное у него могут быть причины но мне не нравится что с ним хотят уйти наши люди вы сделали для них все что могли так у меня даже припасов нету чтобы им дать вот в чем проблема так ну карать мы их однозначно не будем а вот можно ли их как-то с нами оставить предложить воронам достаточно припасов чтобы продержаться пару дней проявить щедрость и поделиться с воронами припасами ух даже не знаю просто чем вот отличается первый третий вариант между собой при щедрости поделиться с воронами припасами предложить воронам достаточно припасов чтобы продержаться пару дней вот вот чем они отличаются я абсолютно не понимаю все же думаю давайте выберем третий вариант чтобы достаточно припасов чтобы нет все таки давай теперь выберем пополам знаешь есть доброта есть слабые больвер кварл так что судить мне припасов мы им дадим но немного вы пожимаете плечами что с посмотрим что мы сможем найти в этих руинах ну руины мы уже обыскали глава 9 камешек в небе руины то мы обыскали уже немножко оттуда выкребли но надолго ли нам этого хватит вы вы со злостью смотрите на беженцев и варлов устроившись на развалинах Орамсдаля вы обуриваете ярость все будут готовы выдвигаться как только прикажешь больше на этот дурацкий трюк с огнем я не попадусь фолька пропускает ваши слова мимо ушей кое-кому из этого каравана нужно устроить в бучку или даже думаешь глупо с моей стороны было драться с хаконом кто я такая чтобы тебе советовать с каких пор это тебя останавливало фолька ухмыляется но как минимум стоило сначала послушать их план а потом уже решать ты слишком осторожно а из-за тебя мы сели в лужу доберемся до биндаля найдем работу и все будет как прежде нам все нипочем а как же все эти глыбы если они переберутся через расселину будет война война всегда прибыльное дело фолька усмехается но разом суровее при виде юна боевик можно с тобой поговорить еще не все сказала я ее выслушаю тогда без меня пойду собираться фолька топает прочь но остается поблизости а она бережет тебя она бережет тебя говори что хотела знаю что вам воронам нужна работа без работы и денег ваш стяг ничего не стоит вы подходите вплотную вы подходите вплотную башни возвышаясь над высокой валкой но она остается невозмутимой в барисгаре мы договорились что вы будете защищать ту большую повозку пока глыбы от нас не отстанут они по ту сторону гребаны расселены дело сделано согласно повозка стала вызывать слишком много проблем нужно утопить ее в самых глубоких водах вы презрительно вы презрительно фыркайте волковские тайны и ты откажешься от денег совета мастеров что в повозке если бы тебе нужно было знать я бы рассказала достаточно того что у тебя есть данные мной валка обещание получить хороший куш когда утопишь повозку например лазур на реке к северу от западу от биндаля а если я просто брошу ее где-нибудь в лесу я об этом узнаю еще узнают другие валка кроме того вороны ведь всегда доводят дело до конца репутация для вас все вы ворчите но она права ладно даю слово ворона все будет в порядке юна кивает и уходит фолька провожает ее взглядом возвращается к вам что теперь теперь у нас есть работа ну предлагаю на этом закончить вот нас вы при небольшой ссоре отпустили из ормсдаля теперь мы будем играть за воронов у нас есть припасы на один день и в принципе неплохая мораль что ли настроение в караване в то время как наш основной большой караван абсолютно без еды и переполненный всем кем можно ну на этом закончим я с вами прощаюсь и встретимся в следующей серии всем пока и удачи